Тот самый сокол Сапсан, который, к сожалению, пострадал в городе Заринске, но быстро его достали в Барнаул. И пятичасовая операция пока что дает свои результаты. Птица отходит после тяжелого наркоза. Но, по словам врачей, состояние ее пока что и не улучшается, но в то же время не ухудшается. Сквозная пуля, дорога из Заринска. Шансы успеть спасти жизнь подстреленной были минимальные. И все же неравнодушные решились пойти в Абанк. Когда я прибыла на место, я осмотрела животное, обнаружила у него открытый перелом лучевой и локтевой кости. Плюс животное было очень ослаблено, потеряло много крови. Оказать необходимую медицинскую помощь согласились ветеринары одной из частных клиник Барнаула. Они рассказывают, когда впервые увидели Сапсана, сразу поняли, ранение серьезное, и птица рискует остаться без крыла. Крыло держалось всего на двух мышцах, на связках и на центральном, так скажем, кровеносном сосуде. Пять часов под наркозом. Большая кровопотеря. Над пострадавшей колдовали сразу несколько специалистов. В итоге ампутации крыла избежать удалось. С помощью спицы его зафиксировали, а сосуд подшили. Так как операция была сделана экстренно, птица не обследовалась. Сейчас мы полностью, пока она выходит с наркоза, пока еще в состоянии, будем дальше обследовать различные паразитарные, инфекционные заболевания, какие-то хронические заболевания. И будем в процессе уже реабилитации это все дело исключать. Пока о состоянии птицы врачи говорят стабильно удовлетворительное. Лишь через несколько дней можно будет судить, выживет ли крылатая краснокнижная. Сейчас ей колют антибиотики, обезболивающие и витамины. Врачи надеются, что реабилитация будет способствовать выздоровлению. Но даже если сама самка выкарабкается, летать уже точно не сможет. Любая птица, которая получила травму крыла, даже если была вовремя сделана операция, Соответственно, природе такой скоростной сокол уже точно не сможет. Только в условиях вольера. Общественники, помогающие детям животным, готовы забрать сокола на постоянной основе в питомник, что действует при организации. Что касается браконьера, пострелившего с тапсана, его личность до сих пор не установлена. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.